Здравствуйте, меня зовут Павел Александрович Синица. Я являюсь врачом-хирургом, а также занимаюсь лечением экзотических животных в филиале клиники Катанай в городе Пскове. Тема сегодняшнего моего рассказа очень актуальная. Это проблема новообразования молочных желез у декоративных крысок. Новообразование молочной железы у крыс могут вырастать до огромнейших размеров. Иногда, вот я в своей практике иногда применяю термин не удаление новообразования у крысы, а удаление крысы от новообразования. В моей практике были случаи, когда суммарный вес пациента вместе с новообразованием был, к примеру, 350 грамм. Из них новообразование весило 200 грамм. Проблема новообразования молочных желез у крысок, она актуальна тем, что встречается очень часто. И опухоли такого рода характеризуются у них довольно интенсивным ростом, который может очень быстро создать проблемы для жизни вашего питомца. Почему происходит такой интенсивный рост? Потому что у крысок очень быстрый метаболизм. Их продолжительность жизни, к сожалению, не очень велика. Живут они всего лишь несколько лет. И метаболизм у них куда быстрее, чем у кошки и собаки. Благодаря именно этому метаболизму любой патологический процесс, а именно опухолевой рост, они будут протекать очень интенсивно, агрессивно. Опухоль может появляться начиная с 18-20 месяцев и далее. Задача ветеринарного врача — это не сколько подтвердить предположение владельца, а провести именно дифференциальную диагностику, которая позволит точно понять, с чем мы имеем дело и принимать дальнейшее решение. К примеру, при пухлости — это могут быть развивающиеся абсцессы, это может быть какая-то гематомка, это может быть банальное отложение просто жира под кожей. Мы должны обращать внимание на любые узелки, любые аномалии. Если что-то не нравится, если что-то вызывает подозрение, если что-то нащупали, далее ведем на осмотр к ветеринарному врачу. На приеме ветеринарного врача, кроме опять же осмотра, при выявлении наличного образования мы будем проводить дополнительную диагностику, потому что просто выявить при пухлости — это не поставить диагноз. Мы должны понять, с чем конкретно имеем дело. В этом нам могут помочь УЗИ, может помочь рентген. Также могут помочь цитологические исследования новообразования. При выявлении новообразования молочной железы у крысок, к сожалению, единственный метод лечения — это радикальные. Это выполнение хирургического вмешательства по удалению данного новообразования. Как проходит сама операция? Какой-то особой подготовки крыски не требуется. У них, в отличие от кошек и собак, запрещена голодная диета. То есть кушать надо до операции, корм не убираем. Даже принеся в клинику, обязательно в клеточке должен находиться корм. Делаем саму операцию, пациент находится под анестезией. Поэтому ничего не чувствует, спит. В это время хирург выполняет свою работу. Операция проводится под наркозом. Насколько это может быть вредно для крысок? Хочу сразу сказать, что анестезия у данных пациентов — это не нечто экстраординарное. Наши анестезиологи умеют работать с такими пациентами. Они могут обеспечить мониторинг пациента на всех этапах операции. Также имеющиеся в наличии препараты позволяют гарантировать то, что пациент будет не только хорошо спать, но и также не чувствовать боли при проведении операции. И когда проводится операция, хирург, занимаясь своим делом, удаляет опухоли, анестезиолог контролирует состояние пациента во время анестезии, выживаемость у таких пациентов очень хорошая. Как мы можем самостоятельно диагностировать новообразование у крысок? Всё зависит от того, насколько питомец часто бывает в руках у владельца. Бывают это просто товарищи по жизни, которые вот прямо будут сидеть на голове и постоянно быть с владельцем. Соответственно, постоянно они находятся в руках, владелец будет понимать, что может что-то там расти. Но если питомец сидит в клетке, то новообразование может стать конкретным сюрпризом. Причём выросшее такое до уже приличных размеров. Вроде бы как бы сидит себе в клетке, кушает, пьёт, перемещается, и тут такая вот проблема, выросла опухоль. Крысы – это социальные животные. Они живут стаями, для них владелец – это член стаи, для них это полноценный член стаи, они будут играть с владельцем. Ну и в процессе этих игр, если что-то будет с вашим питомцем не так, вы сразу поймёте, что поменялось поведение, где-то что-то проявилось. Чего чаще встречается новообразование у самок или у самцов? Ну, у самочек, конечно, они будут встречаться чаще, потому что всё-таки по природе их задача – это рождение, выкармливание потомства, поэтому молочная железа у них хорошо развита, в ней много продуцирующих клеток. У самцов тоже есть молочная железа, но так как она им не особо нужна, она находится в зачаточном либо недоразвитом состоянии. Но однако же из даже такого количества тканевых клеток может пойти опухолевой рост. Причём у самцов чаще всё-таки регистрируется злокачественное новообразование, поэтому если опухоль выявлена в районе молочной железы самца, то нужно очень-очень насторожиться и обязательно показать на осмотр ветеринарному врачу. Симптомы опухолевого процесса в молочной железе довольно специфичны. Любая опухоль – это припухлость. Если в ходе осмотра вы нащупываете у своего питомца какие-то припухлости, то, соответственно, на них нужно обращать внимание. Это уже повод для посещения ветеринарного врача и проведения дальнейших исследований. У крыс чаще всего регистрируются два основных типа опухолей молочной железы. Это фиброаденома, доброкачественный тип опухоли, и аденокарцинома. Также фиброаденома и аденокарцинома могут соседствовать с такими образованиями в молочной железе, как галактоцелия, то есть молочные кисты. Зачастую эти галактоцелия являются предвестником начала опухолевого процесса и могут дать старт росту опухоли. Галактоцелия возникает в периоды, когда у крыски происходит такое психосоматическое заболевание, как ложная беременность. Это такой процесс, когда крыса через некоторое время после течки начинает думать о том, что она беременна или о том, что она родила. Крыса может начать делать гнезда не там, где спит, пытаться защищать эти гнезда, носить туда какие-то определенные предметы. Как часто нужно посещать ветеринарного врача-ротолога? Я рекомендую делать осмотр крысок хотя бы ежеквартально. Не только в связи с уже, к примеру, удаленным новообразованием, но вообще какие-то профосмотры лучше делать раз в три, раз в четыре месяца. Как понять, доброкачественное или злокачественное новообразование у крыски? И как мы будем их лечить? Вердикт будет только за гистологическим исследованием, потому что только врач-патолог сможет, промикроскопировавшие срезы новообразования, сказать, что конкретно происходит с клетками, что оно себя представляет. Злокачественное новообразование отличается от доброкачественного тем, что злокачественные опухоли, то есть рак, они способны распространяться по окружающим тканям и также по всему организму, что называется метастазированием. Доброкачественные не обладают этим свойством и обычно где возникли, там и расположены. Но доброкачественная опухоль со временем может создавать очень серьёзные проблемы. Если мы удаляем доброкачественное новообразование, то вероятность повторного роста в этом же месте, она крайне ничтожная. Но опять же мы не застрахованы от того, что иные новообразования будут расти в новых местах. Если мы удаляем злокачественное новообразование, то существует высокий риск, несмотря на все предпринятые хирургические меры, повторного роста опять же в этом же месте. Также такие образования способны метастазировать по организму, поэтому при подозрении на злокачественный процесс рекомендуется сделать опять же хотя бы скринговое исследование состояния лёгких по рентгену, так называемый рентген-онкопоиск. Какой уход за крысой после операции? Задача владельца – это обеспечить нормальные условия для заживления раны у крыски. То есть её лучше содержать отдельно от других крыс, потому что они могут просто помочь нашему пациенту и избавиться от швов. Содержать лучше на подстилке из салфеток. Можно использовать даже бумажные салфетки. Это необходимо для того, чтобы в линию швов и на сами швы не попадал наполнитель, не попадали какие-то продукты жизнедеятельности. Также назначаются в обязательном порядке обезболивающие препараты, потому что операция – это довольно масштабная относительно размеров нашего пациента. И болевой синдром может быть очень сильным. Препараты назначаются либо в инъекционной, либо в пероральной форме. Сама обработка швов у крысок, если швы чистые, сухие, дополнительно не требуется. Можно использовать для обработки раствор хлоргексидина, можно использовать даже обычный тёпленький физраствор. И задача обработки – это всего лишь убрать те загрязнения, которые попадают на линию шва. Для того, чтобы крыска сама себе не сняла швы, они это могут, это всё-таки грызуны, после удаления новообразования проводится небольшая манипуляция, чуть-чуть скругляются резцы, из острых делаются тупыми. Крайне не рекомендуется обрезать их, потому что крыске потом нужно что-то есть, нужно чем-то есть. И с обкорнанными под корень зубами это будет сделать очень сложно. Опять же, это может привести к куче различных осложнений уже стоматологического характера. С какими заблуждениями приходится встречаться? Ну, самое распространённое заблуждение, с которым я сталкиваюсь в своей практике, это то, что, чтобы не было новообразования, крыска обязательно должна родить. Ну, на самом деле, никакой здесь связи нет. После родов у крыски будет больше вероятность получить какие-то проблемы с молочной железой. Следующий вопрос, который часто мне задают владельцы, это заразно ли это новообразование для них либо для других их питомцев. Никакой заразности в этом процессе нет. Часто мне задают такой вопрос, когда требуется крыске проведение хирургического вмешательства, что она может не перенести анестезию, что владельцы где-то слышали, что им нельзя давать наркоз, что это всё, вот опухоль выявлено, оперировать мы никак не можем, потому что крыска гарантированно погибнет. Опять же, заблуждение, которое приходится часто развеивать, в том, что если мы удалили одну опухоль, мы решим эту проблему, и больше никакие опухоли никогда нигде не возникнут. К сожалению, предсказать возникновение опухоли в новом месте либо иного типа опухоли мы не можем. И независимо от того, большое ли это доброкачественное, либо большое это злокачественное новообразование, они создают серьёзные проблемы для всего организма. Удаляя злокачественное новообразование, мы не можем точно гарантировать о том, что не будет повторного роста. Всё-таки рак – это рак. Рак – это болезнь, которую иногда можно только вылечить. Задача операции сводится к введению в ремиссию. Если говорить по профилактику роста новообразования молочной железы, то единственным действенным способом у крысок самочек является их ранняя кастрация, то есть когда производится удаление яичников и матки. Потому что крысы становятся половозрелыми довольно по нашим меркам в раннем возрасте, то есть уже в несколько месяцев. И если мы успеем провести эту операцию до проявления течек, до проявления половой охоты, то снижается стимуляция гормональной молочной железы к её росту. Можно ли давать крысам препараты для регуляции полового цикла, как даём собакам, кошкам, или это же всё-таки опасно для их здоровья? Специальных препаратов для профилактики половой охоты и её блокирования у крыс их нет. Применение кошачьих препаратов, собачьих, оно несёт огромные риски, можно поймать очень серьёзные проблемы, потому что половой цикл у самочки-крыски, он довольно короткий. Применение гормонов связано с определёнными фазами этого цикла. Такой способ профилактики, я бы сказал, не то, что не рекомендуется, я бы сказал, что он даже недопустим, потому что проблемы мы поймаем однозначно. И, кстати, скорее всего, даже опухлевые проблемы. Я бы рекомендовал владельцам, когда они заводят крыс девочек, самочек, всё-таки рассматривать вариант с их ранней кастрацией, так как это всё-таки какой-никакой, но более-менее действенный способ профилактировать проблему кухре и молочной железы в будущем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова